Пойдёмся на восток Украины, где продолжается антитеррористическая операция украинских властей в Луганской, Донецкой областях. В Донецке накануне перед зданием областной государственной администрации были частично разобраны баррикады. Более того, сообщалось о едва ли не военном перевороте в рядах так называемой Донецкой Народной Республики. Причём активное участие в этом перевороте якобы принимали бойцы батальона «Восток», который сражается на стороне так называемой Донецкой Народной Республики. Что из себя представляет батальон «Восток» и чем он занимается сейчас, это выяснял мой коллега Тимур Олевский. Он выходит на связь с нашей студией из Донецка. Тимур, тебе слово. Тихон, не буду тебе показывать своё лицо, а сразу, наверное, покажу ворота этого батальона «Восток», который находится в здании бывшей военной части внутренних войск Украины, находящейся неподалёку совсем под Донецком. Именно здесь сейчас в расположении этой части, собственно, и находится тот самый батальон «Восток». Мне удалось поговорить с одним из бойцов, который в такой приватной беседе рассказал, что действительно военные действия не прекратились, и что даже по их мнению на стороне украинской армии воюют наёмники из Литвы, снайперы, которых они определяют только одним образом, потому что они характерно и наносят повреждения. Когда стреляют по военным, то стреляют в фаховую область, и среди них есть снайперы-женщины, одну из которых бойцам батальона «Восток» удалось уничтожить с помощью гранатомета «Муха». Это вот новости сегодняшнего утра. Ну вот примерно так существует батальон «Восток». Какова его задача, кому он точно подчиняется? Александру Бородаю одному или кому-то ещё? Мы пытаемся узнать у командира, который обещал сегодня поговорить с журналистами, ну и, собственно, рассказать подробности своего пребывания здесь, а также и, возможно, удастся понять, кто там служит. Потому что вот по некоторым данным командир батальона «Восток» по фамилии Ходоровский, если мои коллеги не дадут мне соврать, это человек, который раньше здесь возглавлял местную Донецкую Альфу. Вот примерно из таких людей состоит это подразделение. Что касается зачистки в ОДА, то сейчас там уже практически нет никого, кроме небольшого количества людей, являющихся непосредственно функционерами Донецкой Народной Республики. Баррикады, которых разбирали вчера, практически все разобраны, но только перед зданием остался ещё один ряд баррикад, довольно серьёзно укреплён он. Ну и, в общем, сейчас уже можно говорить о том, что Донецкая Народная Республика, что называется, поменяла состав, поменяла, наверное, парадигму развития руководства. Если начинало это всё люди, которые здесь представляли разные интересы, включая, как говорят здесь, интересы олигарха Рината Ахметова, и вообще мечтали, среди них были социалисты, которые мечтали о таком, конечно, народном государстве, которое всё национализирует и будет жить каким-то своим собственным законом, то сейчас уже понятно, что ситуация кардинально изменилась. Во-первых, сам Александр Борода из Москвы, он довольно, ну, жёстко, что называется, взял власть в свои руки, Денис Пушилин, представитель Донецкой Народной Республики, выступает от его имени и от имени Донецкой Народной Республики, скорее, как, что называется, человек, которого знали стоящие на митинге и на баррикаде те несколько сотен человек, которые её поддерживали. То есть выстраивается такая новая вертикаль власти. Ну и совершенно непонятно по-прежнему, кто из силовиков кому подчиняется. Батальон «Восток» показал свою состоятельность в решении политических задач, и блестяще вчера справился с очисткой здания, которое теперь будет превращено в дом правительства Донецкой Народной Республики. А вот что происходит в Славянске, кто-то там сейчас управляет, и, например, в окрестных городах, непонятно. Ну понятно, что сам Александр Борода утверждает, что Игорь Стрелков-Гиркин является министром обороны и по-прежнему его ближайший соратник, но понятно, что связи со Славянском, такой уж прямо, чтобы Гиркин мог появиться здесь, нет, что украинская армия держит город в кольце. По крайней мере, такие слухи доносятся до нас. Ну и что касается, конечно, продолжения войсковой операции, всех волнует, будут здесь стрельба или нет. Вот, ты знаешь, бойцы батальона «Восток», которые не хотят говорить об этом публично и вообще скрывают пока свои лица от прессы, утверждают, что затишье, которое здесь образовалось, это очень временная ситуация. Почему украинские военные не продолжают антитеррористическую операцию в Донецке, им непонятно, но они, кстати, точно понимают, что это не закончилось, и перестрелки, стоя с другой стороны, такие снайперские перестрелки, продолжаются все эти дни. Но мы будем следить за развитием событий, потому что больше всего, конечно, здесь переживают местные жители, оказавшиеся в совершенно неясной ситуации. Непонятно, будет стрельба, не будет стрельба. Ночью по-прежнему звучат сирены. А что они означают, насколько это угрожает жителям Донецка, становится понятно на самом деле в эти минуты, Тихон. Дмитрий Павел Стимурович, если говорить про батальон «Вострок», я понимаю, что люди, которые в нем служат, скрывают лица, но, тем не менее, возможно, тебе удалось узнать, состоит он в основном из местных, или там есть и, например, люди, выходцы из России, ведь мы знаем, что в боях с частями украинской армии принимают участие российские граждане, в частности, на днях было объявлено, что тела 33 погибших в боях выходцев из России были отправлены в Российскую Федерацию. Что касается батальона «Восток», это местные бывшие силовики, или это добровольцы, приехавшие из различных российских регионов, в том числе и Чеченской Республики, или это кто-то еще? Ну, вот по лицам людей, которые ездят здесь на грузовиках, самосвалах с ошибками «Востока», можно безошибочно определить выходцев с Кавказа и, возможно, из Чечни, тем более, что те, кто вчера отправлял груз-200 в Россию, сказали, что среди погибших есть выходцы из Чеченской Республики, поэтому об этом можно говорить сравнительно уверенно. Когда Бородай, Александр Бородай, говорит, что костяк батальона «Востока» состоит из донецких силовиков, думаю, он не ошибается, и, видимо, действительно большинство не подлежит к местным жителям. Впрочем, добровольцы извне, из России, и, может быть, кстати, не только из России сейчас, это трудно сказать, но и из других стран, которые могли приехать на помощь, и имеют хороший военный опыт. Здесь точно есть. Ну, собственно, противостоит отреда национальной гвардии. Например, второй батальон национальной гвардии, которая переброшена с Киева сюда, уже сегодня тоже состоит из людей, которые прошли горячие точки, в том числе некоторые. Спасибо большое, Тимур. Мой коллега Тимур Олевский на прямой связи по скайпу с нашей студией из Донецка.